здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня я хочу поделиться с вами рецептом борща постного который приготовлен без мяса и без томатной пасты и вот он такой красивый готовится он очень быстро буквально за полчаса мой рецепт борща абсолютно простой может быть он кому-то кажется что я что-то делаю неправильно но так готовлю конкретно я я не добавляю не томатную пасту у меня этого ничего нет поэтому вот сегодня у меня вообще захотелось сделать его абсолютно постным но он также может быть и на любом мясном бульоне для этого просто нужно приготовить приготовить заранее бульон вот что я сделал двухлитровая кастрюля у меня приблизительно налила литр воды и поставила ее закипать наш бульон с вами закипел добавляем половину столовой ложки соли за то время пока у нас с вами закипала мы с вами успели нарезать овощи добавляем теперь наш бульон капусту и даем немножко прокипеть потому что у капусту если положить сразу какие-то другие овощи то будет своеобразный запах поэтому нужно дать обязательно капусте закипеть буквально прокипеть может быть ну минут пять пока наша капуста закипает мы с вами будем пассеровать овощи для этого мы нарезали уже морковку отправляем ее сковороду с подсолнечным маслом и сразу же половину свеколи мы тоже сюда отправляем капуста прокипела 5 минут добавляем картофель добавили картофель и далее еще пять минут прокипеть картофель прокипел 5 минут он еще не совсем готов но мы к нему уже отправляем половину нашей свеклии половина у нас с вами жарится кассируется а половина у нас идет сразу в кастрюлю а теперь все это вместе будет вариться пока у нас не что мы дальше делаем берем помидор режем его напополам и вот в таком виде а на крупной терке я натираю пассеровку помидор шкурка остается в руке на такую кастрюльку ни одного помидора достаточно вот такая красота получается помидоры добавили все перемешали смотрите какая красота получается он у нас с вами уже в кастрюле красивый а еще плюс зажарка будет и я добавляю одну столовую ложку не полную на такой объем абсолютно не полную бальзамического оксуса именно бальзамического необычного он даст необычный запах аромат коксус добавили и буквально пол чайной ложки буквально половина чайной ложки сахарного песка все перемешали попробовали если вам кисло помидор может быть кислый добавьте еще немножко песочку на мой вкус уже достаточно соль опять-таки не забывайте мы сейчас в самом начале добавили половина столовой ложки соли так как у нас овощи предварительно не соленые они на себя принимают соль поэтому в конце все равно нужно будет пробовать и добавлять кому как нравится по вкусу я думаю что можно уже совмещать я думаю что уже можно вот этот лишний жир у нас все составим мы на нем дальше будем жарить с чесноком мы на нем дальше будем жарить с чесноком так вот это все добавляем в наш борщ и теперь уже добавляю туда сразу чеснок чеснока у меня большие головочки такие в которых один зубчик будет целый зубчик добавим сейчас немножко еще спрессируется и будем добавлять борщ так естественная пена образуется от картофеля это всегда бывает поэтому я обычно это все снимаю можно точно снимать но мне так красивее ну я думаю что достаточно пассеровать потому что на самом деле нам горелый тут не нужен все масло заставляю здесь может быть кто-то посмотрит и скажет ничего себе сколько масла у меня осталось а что я буду делать с маслом а с маслом я буду поступать очень просто у меня есть курочки которым я варю кашу и вот туда я все это им выливаю им тоже нужно для перышков для всего поэтому у меня с этим все просто так ну что еще сюда можно добавить сюда можно добавить по вкусу лавровый лист и зелень пробуем опять на так теперь опять пробуем на соль соль мне кажется нужно немножко все-таки добавить соль но это поможет немножко добавить соль и буквально чуть-чуть сокров сейчас он еще минут 15 прокипит как картошка будет готова и можно его выключать наливать и кушать и вот он такой красивый будет всем приятного аппетита я забываю я забываю это приятного аппетита там это